Ну что, друзья, я хочу вам сказать, что этот влог снимался вообще-то два года, чтобы вы знали, в 2023 и 2024, поэтому вы видите, это очень длинный процент, но добро пожаловать в этот первый влог 2024 года, у нас еще 2023, пока вы смотрите, это послание из прошлого года, и мы сейчас, по-моему, смотрите, спойлер. Сейчас будем танцевать. Дима сейчас камбучи накинет и будет танцевать на столе. Сколько лет спустя ты увидел этот телефон снова? Сколько лет спустя ты увидел этот телефон снова? О, да я тебя поцелую. Поцелуй, не дай. Ну это же просто the best. Распаковочка распакует. Охренеть, братан. Да. Ты просто лучший, да, Стэк? Вау. Вау, ну это просто, это, 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 like, the most surprising gift in my life, you know, it's, like, insane. Понимаешь? 1.3 мегапикселя. Он с пленкой. Он новый. Я когда заказывал кофе, почему ты сказал, что твое имя Алекс? Дима. Это просто просто. А почему ты не выберешь имя, которое начинается с Ди? Придумай мне. Американское имя на Дэ. Хорошо. Дэймон, Дэймон Ганн. Тебе нравятся гонки. Тебе нравятся гонки. Дэймон Ганн из Таряка. Я понял, почему он сказал Ганн. Да. Вкусно тебе? Нормально. Да? Горьковато. Горьковато? Ты кофе заказал, что ты хотел. Горьков? Да, сейчас. Я выпью свой вкусный горький кофе тоже. О, вкусный кофе здесь. Это спонсорено Дима Суит-Тю. Крамбл Пай, кстати, хорошо крамблит. Мне понравился твой инсайт, который ты только что выделил в связи с ситуацией, которая у тебя только что произошла. Расскажи быстренько, вкратце. Ну, вкратце, мой гоночный инженер удалил весь футаж с гонок, который у нас был. Ну, какой ты инсайт для себя бы определил? Ну, что если ты не можешь что-то поменять, то надо просто сделать выводы и двигаться дальше. А вывод такой, что надо сразу же, если у тебя есть футаж, сразу же брать и выкладывать, и снимать. Если ты не выложил, значит все, до свидания футаж. Ну, хотя бы как минимум не выкладывать, а скачать себе. Ну, скачать, сразу, да, там, отсортировать его, там, и так далее. И что, ну, а более глобально, если не для футажа? Ну, не откладывать, ну, в смысле не откладывать. О-о-о, не откладывать. Да, я же сказал, что, типа, взял, сразу сделал, если сразу не сделал, то до свидания. Ты чувствуешь, что ты много откладываешь разных вещей? Это откладывать, это мое второе имя, было. Было, о-о-о. Ну, а по каким причинам ты чаще всего откладываешь вещи? Ну, потому что, ну, с гонками, да. Я такой, блин, ну, сейчас, типа, надо как-то, мне придет какая-нибудь креативная идея в будущем. У меня такой футаж крутой, мне, если я сейчас прям, прям сейчас выложу, это я просто сделаю какое-нибудь дурацкое видео. О-о-о, прифицировать. А меня, да, мне, может быть, там придет какая-нибудь классная идея, а я сделаю это супер, там, через месяц. Проходит месяц, это такой, блин, уже не помнишь, где там футаж, ну, короче, уже забыл, что там было. Ну, и с каждым днем все сложнее и сложнее к этому вернуться и сделать что-то. Поэтому, это такая обманка. А я, знаешь, я, когда откладываю что-то, я откладываю из-за того, что у меня нету энергии это делать. Ты почтовый ящик дома проверяешь, у тебя там, там, пять писем. Ты такой, не сегодня. И ты их кладешь там на стол, понимаете? И потом две недели не открываешь. Ну, конечно, ну, то, что я говорю про профессионализм, это то же самое, на самом деле. Это то, что сейчас у тебя нет силы что-то все думать, креативить. Ты такой думаешь, ну, ладно, это креативность, это с меня легко, она меня спустится сама, знаешь, я что-то придумаю. А когда надо, напрячься. Ну, это все, правда, тоже. Ну, да. И, в общем, всеми же письмами то же самое. Я вот перед отъездом вскрыл письма, которые я тоже там месяц уже не вскрывал, потому что, ну, блин, неохота эти тупые дела делать, знаешь? Ага. Нет, ну, ты сидишь повторяющиеся какое-то действие тупейшее. И не хочешь на это тратить время. В итоге, ну, сама приходится это делать, и я открываю письмо, и там мне надо было регистрацию за машину заплатить. И late fees. И late fees, да. Я такой, блядь, здравствуйте, приехали. Ну, то есть, типа, вот как с футажем с гонками. Ну, то есть, можно винить инженера, но, на самом деле, это не его вина, а моя вина, потому что я, ну, как бы, гонки уже закончились два месяца как, а я еще ничего не выложил даже. И как бы на себя сразу выкладывал после гонок, то все, ну, было бы нормально. Поэтому, ну, как бы, жизнь оказывает, когда ты откладываешь вот это все. Надо, блин, просто реально на свою задницу приучить, блин, сразу делать все вовремя. Ну, что, не будем больше откладывать ничего? Будем стараться. Да. Так же, как и вы, не будете откладывать обучение английскому языку. О, красава! Поэтому на полном серьезе у нас, ну, новый год, новый я, вы знаете. У нас Intermediate.Advance начинается 11 января? 18. 18 января. Произношение начинается 15 января. И если вам интересный Elemental Intermediate начинается 11 января. Все три ссылки будут в описании. Выбирайте, что вам больше всего сейчас актуально, с чего вы хотите начать, мощно ваш 2024 год. И на этом это самая длинная реклама моих курсов в мире закончилась. Продолжаем этот влог. Во, первый влог 2024 начинается уже позитивно. Я люблю такое. Тренируйся, чтобы детские песни делать. Тут витуаль сделай. Чтобы он еще лучше начался. Надо позвать, да? Надо позвать Деда Мороза. Позвать? Уже можно звать Деда Мороза. Окей. Ну, ходите, давай звать Деда Мороза. Окей, все, нужно звать Деда Мороза, сказали мне. Здравствуйте. Дед Мороз! Дед Мороз! А на Деда Мороз! Это же Дед Мороз! Какой папа? Папа так не выглядит. Это Дед Мороз. Это Дед Мороз. А на Дед Мороз! Это Дед Мороз! А на Дед Мороз! Я узнала, это папа! Да и пять молодец! Никому не говори! У папы халтурка. Как дела, как самочувствие? Привет, Саня! Все, уже в Питере. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, Титяна! С Новым годом! Как в английском, где он будет с Новым годом? Happy New Year! Неправильно. Happy New Year's? Нет. Happy New Year! Happy New Year! Да, только... Нет, ты говоришь правильно, ты ударение неправильно ставишь. Happy New Year! Happy New Year! Удаление на New! Happy New Year! Ребята, с Новым годом вас! Чтоб этот год был ярче, добрее, эффективнее предыдущих. Эффективнее. Чтобы у вас год был такой же сочный, как этот глоток воды. Газированный. Не газированный, а газированный. А ты знаешь, как по-русски, по-английски вода? Нет. Water. А знаешь, по-корейски вода? Мулли. Ну вот, что я вам хочу сказать, дорогие друзья, очередное посылание из прошлого, из 2023 года. До Нового года осталось 2 часа примерно, и я в полном релаксе просто. В этом году я отклонил все приглашения в клуб, или там потусить, на вечеринку, всякое такое на Новый год. Потому что у меня желание было встретить Новый год, ну или проводить этот год, ну или то же самое. В принципе, в состоянии спокойствия, знаете, перецентровать себя немножко и, я не знаю, в таком состоянии спокойной энергии это сделать. И хоть этот год был продуктивный и результативный, он был довольно-таки тяжелый. И я от него уже устал, и я не хочу вообще делать ничего, я хочу просто успокоиться, глубоко вздохнуть, встретить полночь и пойти спать. Потому что 1 января, игры закончены, все, 2024 год. 2023 это была просто репетиция, подготовительный этап, так скажем. Я, пожалуй, закончу снимать, потому что мне очень некомфортно на самом деле снимать сейчас в блог, в тот момент, когда я, ну, полностью голый. Ну что, дорогие друзья, что вам сказать, 1 января, vibes, как вы понимаете. Я сейчас записываю новые курсы для развития listening skills, аудирования, и там их несколько уровней, и я сейчас буду записывать, ну, начальный уровень, так сказать. Поэтому сейчас я включаю микрофон. Testing, testing, one, two, three. Testing, testing, я буду спокойным голосом читать. Testing, testing, one, two, three. Отлично, отлично. Проверка связи. Testing, testing, отлично. Супер класс. And it made me laugh, because... Говори быстро. Еще раз, короче, еще раз надо, еще раз, еще раз. Заново. Hello. Что за маньяк? I couldn't stop talking about how fun our day was. Вы думаете, это так легко, на самом деле? Hello. Хочется это делать натурально, с эмоциями, человеческими, обычными, и не монотонно, но, чтобы это было, ну, как бы, friendly, для более низких уровней понимания. We also invited other people, friendly circle, the nature, as we walked back home. Слишком маленькая пауза. Да, не так все просто, на самом деле. Тут, ну, мне сейчас надо перезаписать первую строчку. Первую, откуда? It was truly... О, только первое предложение. Окей, окей, окей. Filled with laughter, surprises, and the company of good friends. Итак, смотрите, мои новые правила 2024 года, чтобы вы понимали, чтобы вы знали. Номер один. Если я сижу, работаю очень долго, я хотя бы иногда беру небольшие перерывы. Например, вот, Брюс пошел пить воду, и я такой, дай-ка я проверю, есть ли у них вода. И угадайте, что? Воды не было. И поэтому, вот, пожалуйста, небольшой перерывчик, потому что перерывы – это часть рабочего процесса. Перерывы – это не то, что отвлекает вас от работы или не дает вам работать. Нет, нет, нет. Перерывы – это то, что, наоборот, позволяет вам работать лучше, больше и дольше. Это номер один. Номер два. Теперь у меня еще одно правило. Так как я уже старый и дряблый, у меня правило такое. Когда я проспаюсь утром до того, ну, не до того, ладно, я пойду в туалет, почищу зубы, моё лицо, и потом я быстренько сделаю, ну, всякие растяжки. Вот, типа, для спины, там, для, ну, типа, знаете, всякие, ну, как, это сейчас я вам покажу. Я там на ютубе видео нашел, я сегодня делал с утра, вот такие вот штуки. Типа, вот так вот встаешь, вот так вот, и вот так вот делаешь. Раз, потом два, типа, знаете, там, плечи сюда-сюда, потом, что я еще делал? Ну, там, всякие в разных, там, позах, всякое такое, что еще я делал? А для шеи вот так вот берешь, зажимаешь вот так руки и прям, ну, pressure даешь, вот так вот, resistance, то есть даешь, да? И вот так вот делаешь. Оп-па-на! Потом вот так вот делаешь. Оп-па-на! И все время тянешь вот так вот руки. Оп-па-на! Вот, и по 30 секунд буквально. И вот так вот я начал свое утро сегодня. Я бы с удовольствием пошел в зал, но сегодня 1 января, и зал, фу, сегодня весь день будет забитый просто вообще, и я не хочу вообще с этим иметь никаких дел. Но к январю 12-15, все, в зал все перестанут ходить снова, поэтому можно будет вернуться. Вот, смотрите, правило номер два. Да, так как я постоянно сижу, работаю за компьютером, вот, у меня такое теперь правило. Допустим, вот сколько? Сейчас время час дня, и это получается, я где-то с 10 работаю. Три часа я уже работаю, ну, можно сказать, сидя. И это нехорошо. Не, я вру, не с 10. В 10 я пошел выгуливать собак. С 11 я работаю 2 часа, еще хуже. Вот, поэтому 2 часа я сидел, но у меня массажное кресло, поэтому я делал массаж. Но я вот сейчас вот так вот сейчас возьму, надо только убедиться, что там все нормально, и я встану. И мой стол встанет вместе со мной, чтобы долго не быть в сидячем положении. И все, и вот так вот работаем теперь. Ну и напоследок, в связи с этим Новым Годом, я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие вы поставили свои цели на этот 2024 год, и я хочу знать то, о чем я вот недавно только говорил. Какие, может быть, новые правила или рутины вы для себя начинаете в этом году? Давайте поделимся друг с другом, чтобы была вот эта вот экстра дополнительная accountability, чтобы мы как бы об этом рассказали. Ну и стыдно перестать это делать. Вы будете даже сами себе так думать. Ну и, конечно, мы можем набраться идей друг у друга. Почему бы нет? Поэтому напишите в комментариях, поделитесь. И я хочу еще раз вас поздравить с Новым 2024 годом. И я желаю, чтобы он у вас был отличный, чтобы он был очень продуктивный, очень веселый, очень яркий. Чтобы 2024 год вы вспоминали в будущем как один из лучших годов, но хуже, чем все последующие. Понимаете, да? Поэтому все. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Веня Пак. Вы на канале Веня Пак ТВ. И, ну, вы знаете, где вы, раз вы здесь. Поэтому все. До свидания. Еще раз с Новым годом. Увидимся с вами скоро, я думаю. Peace. У меня много новостей, на самом деле. Я только год начался. И у меня уже просто там новости за новостями. Поэтому ждите следующего видео. Увидимся с вами в следующий раз. Bye.